У меня были другие отношения до брака, серьезные, такие длинные. И он мне говорил, ты любовь моей жизни. Мы на самом деле очень много конфликтовали по разным вопросам в первые годы. Мы видим каждую проблему, как возможности узнавать друг друга больше. Семья – это мое первое призвание. И потом тогда в церковь. Я думала всегда, что мой путь всегда самый сложный. Почему мне? Ты именно со мной такой жесткий, как жесткий Бог. Вот в тот момент я прям понял, как мне Господь показывает. Если ты продолжишь – все. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Добро пожаловать на наш канал и в гости к Максиму и Ракель Шибалины Сармьенто. Маракасы вы мне выдаете. Спасибо большое. Это вторая часть с этой семьей. Первое видео есть в описании. Ссылка – это бриллиант нашего канала. Просто обязательно нужно посмотреть его. Максим и Ракель женаты с 2015 года. Они оба живут в Москве, хотя Максим родом из Сочи и в 2006-м приехал в столицу учиться в университете, а Ракель из Колумбии. И тоже приехала учиться, правда, на самом деле она ехала к Максиму. В 2016-м вместе пошли на библейские курсы и с тех пор ведут испаноязычное служение в церкви. Не так давно совершенно чудесным образом они купили свою собственную квартиру. Подробнее есть в нашем первом видео, ссылка в описании. Еще долго мечтали о пополнении в семье, и вот они уже с малышкой. Очень любят путешествовать, Ракель увлекается изучением языков, а Максим настольным теннисом и просто, чтобы расслабиться, решает математические задачи. Да, такое бывает. Этот международный брак уже был проверен большим количеством испытаний. Культурные языковые барьеры, разные семьи и воспитания, трудности с документами, финансами, зависимостями, адаптацией. Все это чуть не привело их к разводу, но слава богу, им удалось сохранить свой брак и двигаться дальше, вместе. Продолжая преодолевать множество трудностей и проживая чудесные моменты. Об этом и многом другом в нашем новом видео. И вот мы с вами, а сколько лет прошло? Три? Три года прошло. Три года спустя. Тогда мы только-только говорили о где-то вот приближающейся вашей квартире. Сейчас мы уже сидим в этой квартире, на этой прекрасной кухне. Тогда у вас еще не было ребенка, теперь у вас уже есть ребенок. И это милота милая такая. Некоторые темы мы не будем обсуждать в этом видео, потому что обсудили их тогда посмотрите. Обязательно, например, love story и то, как вы проходили трудности в ваших отношениях, там все это есть и надо посмотреть. Но все равно, темы приготовлены, начнем мы с лайтового. Да, да, с продолжения истории любви. Что вот сейчас вам помогает развивать ваши отношения? Развитие, да. Что вы вкладываете в то, чтобы ваши отношения не застаивались, развивались, улучшались? Максим. Некоторые вещи, которые мы почерпнули из книг. Вот, кстати, ты сразу сказали, да? Есть такая книга, называется «Его нужды, ее нужды». В общем, это такой аналог «5 языков, 5 языков любви», но там их 10. Мне просто 5 не хватило. Это из прошлого выпуска. Да, и в этой книге интересная идея, я думаю, что все ссылки будут в описании. Название оставим, да. Да, интересная идея в том, что у нас, у пары, у каждой есть резервуар любви. То есть, например, у супруги и у меня. И, например, когда пара встречается до свадьбы, все так вот романтика, конфеты, конфетобукетный период, вот это все. И мы наполняем эти резервуары. А потом, когда пара женится и начинается бытовуха и так далее, конфликты, вот это все. И эти резервуары начинают опустошаться. И иногда, ну вот мы знаем, например, моя супруга получает удовольствие и наполняет себе резервуар, когда я помогаю по дому. Когда пылесос. Когда пылесос. И мне это очень не нравится, но у меня есть понимание, что я буду ее резервуар наполнять так, как, например, ну там, никак по-другому я это не смогу сделать. И хоть мне это и сложно, но я понимаю, что это на перспективу, это, так скажем, стратегически такое решение. И такие вещи, когда мы делаем, мы исследуем друг друга, как, кто, как воспринимает любовь и, соответственно, стараемся это делать. И, ну, это очень помогает отношениям. И это перекрывает какие-то там сложности и так далее. И вот нам кажется, что важно следить за вот этим вот уровнем. Если, например, ну, бывает так, что там много сложностей, это... Проседает там. Осталось любви как-то немножко, и каждая проблема начинает становиться большой. Из-за чего так происходит? Это не из-за того, что... Возможно, это не из-за того, что человек изменился. Это из-за того, что просто давно не вкладывали именно в те сферы, как человек... Как человеку нравится принимать любовь. Было ли у вас до того, как вы прочитали эту книгу, что вы пытались наполнить резервуар друг друга, но не теми способами? Конечно было. Расскажите об этом. Вот как поменялось. Я помню, что я много купила подарки. Ему это неинтересно совсем. Он не чувствует любовь вот так. А сейчас я понимаю, что просто больше готовлю. Помнишь, что раньше вообще ноль. Теперь сарай больше готовит. И вижу, как ему это нравится. Он наслаждается этим. Да, потому что, может быть, это тоже напоминает тебе, как мама тебя вот так тоже любила. И поэтому чувствует теплоту вот так. Вообще, это ещё, кстати, так помогает, когда ты по-новому на это смотришь. Ну, то есть, тебя жена просит про пылесось, пожалуйста, комнату. А ты такой, ай, я ненавижу пылесосить комнату. Даже если ты пылесосишь, ты такой, о боже, это самое худшее, что я мог бы делать в своей жизни сейчас. Но если ты думаешь об этом, как я сейчас наполняю её банк любви, я сейчас в здоровом эгоизме нахожусь. Я пылесошу и делаю пылесосиво-пылесосиво. Короче, кто или я не знает русский. В общем, когда ты делаешь пылесоси, не... Тоже вариант, да. Остановимся на нём, да. То ты как бы делаешь лучше себе, и тебе проще значительно это делать. Да. Сто процентов. Но как вы узнавали вот эти вот свои вещи, вы говорили, ты, например, дарил ему подарки, и в какой-то момент Максим сказал, не дари мне подарки, это не наполняет мой банк любви. Или что, как это было? Ну, мы просто пошли по списку. Но иногда это было обидно всегда, когда человек не реагирует, как мы ожидаем. Вот. И очень обидно. И тоже из-за того, что мы не знаем, мы не знали, что такое пятый язык любви, мы не поняли, мы не могли понять друг друга. Но я думаю, что мы много... Мы научились, как разговаривать друг с другом, но не просто как... Не драться, а... Не ругаться. Не ругаться. А именно найти то, что... Решать, да? Да. Чтобы узнавать другого человека. Раньше это просто... Я была готова, я буду выиграть вот это... Вот это... Сражение такое. А сейчас мы поняли, что вот так вообще не получится. Ну, зачем просто выиграть или проиграть? Здесь самое важное отношение. Узнавать человека. Теперь каждый раз... Для нас, например, мы видим каждую проблему, как возможности узнавать друг друга больше. Да. Если есть это понимание, вот так просто сидеть, окей, это моя возможность узнавать моего мужа еще чуть-чуть глубже. Это абсолютно по-другому, как я докажу что-то. Кто бы не выиграл в споре, все равно оба проиграют. Ну, то есть это же проигрывает отношения, поэтому... Семья проигрывает. Да, да, да. Ага, хорошо. Есть еще что-то, Максим, что у тебя там в библиотеке еще? Про работы, там ваши отношения. Что-то мы сейчас еще покажем или оставим на потом остальные книги? Мы можем еще сейчас показать отличную книгу Ники Иши Лали. Книга о браке. В нашей семье, когда вот в прошлом видео об этом рассказывали, были сложности, я понял, что нам не хватало именно библейских принципов построения семьи. И мы также замечаем, что у пар есть такой запрос, не то что даже запрос, они сами не понимают, чего не знают, что эти знания, которые они могли бы получить, так им могут помочь. Ну, то есть гибнет мой народ от недостатка знания в книге пророка Оси. Вот мы это видим и рекомендуем, особенно молодым парам, прям читать, погружаться в это. Может быть, кто-то думает, да что я там нового узнаю? И с таким мы тоже встречались. Но на самом деле это просто другой мир. И действительно, когда, ну вот даже одной этой книге, книге о браке, и то достаточно, не просто прочитать, именно практиковать, достаточно для того, чтобы ты понимал, куда двигаться, чтобы выстроить крепкий фундамент семейных отношений. Подожди, это классно звучит, когда ты говоришь, ну вот мы не строили наш брак на библейских божьих принципах. Что за принципы? Ну вот какие принципы вы стали использовать у себя? Ну, к примеру, такая, возможно, простая вещь, как прощение. Звучит просто прощай, но в конфликтах, в семейных отношениях часто такое бывает, что тебя что-то задевает, а, например, ты об этом не говоришь. Либо ты об этом говоришь так, как ты не должен говорить. Это сильно, если это повторяется постоянно, это имеет такой накапливаемый эффект, и это просто начинает убивать, ну, опустошать резервуар любви и убивать отношения. И мы с супругой прям очень много времени инвестировали в то, чтобы понять друг друга. Нам кажется, что многие ситуации могли бы быть разрешены, если бы мы просто, во-первых, задавали вопросы и умели, научились коммуницировать и разрешать конфликты. У нас было такое, что мы, наверное, в месяц, ну или там в неделю по три раза, по пять часов сидели и общались, откладывая кучу планов, там, дел, которые прям реально нужно сделать. И таких недель и месяцев было очень много, особенно вот в первое время. И мы уже уставшие были, но кто-то говорил из нас, нам нужно этот вопрос разрешить. Мы не пойдем спать, мы отменим встречу с друзьями, мы отменим, там, не знаю, работу, когда это, возможно, мы были тогда оба на фрилансе, вот. И вот эти моменты нам очень сильно помогли. Причем, как часто тоже такое бывает, что в отношениях встречаются два характера. Один, который не хочет, наоборот, говорить о проблемах, а другой, который очень сильно об этом хочет говорить. И тогда, как найти вот эту середину, и как не, скажем так, не ранить того человека, который закрывается, как его вытащить, как черепашку вытащить из панциря. И как вот этого носорога, да, тоже успокоить, чтобы он там не натворил делов. То есть, и вот это, конечно, ну, было сложно, но в процессе, так скажем, с опытом, мы увидели, что на самом деле те проблемы, о которых мы там пять часов проговорили, они решаются. Это не просто что-то, что мы проговорили, и вообще ничего не сдвинулось, мы потеряли время. И у нас, мы заметили тоже, что эмоции могут не проходить, там, два часа. Но через три часа у нас, по крайней мере, эмоции проходят. У кого-то может быть быстрее, а снова. Если у вас три часа, значит, наверное. Еще, я думаю, помогло много библейский принцип, который смирение. Потому что был момент, когда я потеряла уважение к мужу. И я не знала, как вернуть это. Я просто говорила себе, мне надо уважать его, мне надо уважать его. Но как? И я помню четко, что он был очень смиренным. Он был как мужчина. И это выглядит странно, потому что иногда мы думаем, что уважаем, когда что-то грубо, что-то вот мачо-мачо. Но он делал что-то другое, которое помогло мне много. Он был очень смиренным, что он мог сказать, я виноват здесь, или прости меня. Вот только это прости меня много дел в моих глазах. Чтобы вот, этот человек авторитет, он лидер в нашей семье. И он может это делать. Может говорить, да, это действительно, я ранил тебя. И это для меня было как показатель, что он, это как авторитет для меня, в моих глазах было. Это как правило, о котором мы вот говорим много, что мужчина должен первый идти на примирение. Это не значит, что извиняться всегда он первый должен, но идти на примирение он первым должен. И мне кажется, мужчины часто боятся, что они из-за этого будут как бы слабыми, и потеряют этот авторитет. Но в наших глазах происходит что-то совершенно другое. Что мы начинаем их любить, уважать еще сильнее, из-за того, что они вот такую силу проявляют. Да, потому что надо быть сильным, чтобы быть смиренным. Да, да. Тот, кто сильнее, тот первый идет на этот. Значит, я услышал о прощении и о смирении. Еще какой принцип? Общение, разрешение конфликтов, вот опять же, просто инвестировать. Мы рекомендуем инвестировать в это время, потому что это инвестиция, которая точно окупится сторис. У вас это было, как это, эмпирическим путем. Ну, то есть вы сталкивались с проблемой, вы каким-то образом преодолевая находили вот эти вот там 5 часов просидеть, проговорить, например. Например, что было бы, если бы вы, зная то, что знаете сейчас, вернулись в начало вашей семьи? Как бы вы выстраивали свои... Потому что пока у тебя все классно, ты такой, ну давай посидим, поговорим. Ну, а что, ты хороший, я хороший, а о чем мы будем говорить? Ну, как бы нет, пока не столкнулись с проблемой. Что-то, может быть, вы бы делали, правильные вопросы друг другу задавали на какие-то темы или провоцировали, я не знаю, другую. Я думаю, то, что мы правильно делали тогда, это было, что мы признали, что мы не знаем, что мы не знали ни он, ни я. И тогда нам нужно было, чтобы другой человек или другие люди помогали. Мы искали в церкви какие-то курсы, мы были везде курсы, читали книгу, мы просто как решительно, мы просто решили, надо узнать то, что мы не знаем. Вот, не просто как учить друг друга, это я думаю так или... Потому что мы сами такие молодые, мы не знали, мы не знали, что не знали. Вы до сих пор молодые, не переживайте. Спасибо за конкретную. Да, всё хорошо, да. А можно ещё? Можно. По поводу оснований, библейских оснований. У нас другой момент тоже такой интересный, последнее время, последние 5 лет где-то, что как быть женщина лидер, когда, ну, дома ты не лидер. Ты лидер служения. Да. А ты лидер дома, ну, грубо говоря, да? И это тоже такой вызов был для меня очень сильный, потому что, вот, я там, церковь, я всё, всё говорю, вот так делал, вот это моё видение, вот так и должно быть. И возвращаюсь домой, и хочу всё это повторять, потому что уже привыкла, что в церкви вот так, и все уважают меня, и все делают... Слушают, да? Да, слушают. А первый год Максим как, подожди, ты что здесь, что ты думала? И вот, и мне нужно было понять, что, окей, как по-библейски быть женщиной лидером. Вот, и поняла, что, да, если я в церковь лидер, или в работе, или где-то, это не значит, что я буду то же самое делать дома. А дома Максим главный. Максим, он говорит видение в нашей семье. Он, он, это Господь ему показывает, окей, куда мы поедем, куда, куда мы идём как семьи. И вот это оставлять, вот это что, просто я лидер, я, ну, то, что у нас, как женщины, могут быть в голове, оставлять всё это как на порогу. Да, да, с порогом, верно. Да, и здесь я под, ну, замужем, и под его пластью. Да, всё правильно. Вот, это тоже вызов. И тоже Господь мне очень чётко показал, что как ты можешь ожидать, что другие люди тебя слушали, и ты вести других, если ты сама не можешь... Быть ведомой, слушаться, да, да. Над твоей авторитетой. Да, 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 круто. И что, как это произошло? У вас состоялся какой-то конфликт. Конечно. Максим тебе предъявил, типа, почему ты не слушаешься меня, и что бы вы молились, как вы решили этот вопрос? Ну, мы на самом деле очень много конфликтовали по разным вопросам в первые, там, годы, и поэтому я говорю, что вот эти пять часов, это не просто так, их было очень много, и эти вопросы тоже в повестку тех часов были включены. Мы садились, мы молились вместе, мы общались, мы, конечно же... Смирились. Да, изучали писание, что это значит, что то значит. Ты был инициатором этого. Мы садились мнениями. Ну, когда мне что-то не нравилось, я инициировал. Когда супруге что-то не нравилось, она инициировала. Мы убеждены, что важно, во-первых, не молчать. Есть такие пары, да, где, например, оба или один человек вообще молчит, а потом вдруг какие-то взрывы или еще что-то. Мы абсолютно убеждены, что это точно путь в никуда. Понятно, что говорить нужно тоже мудро и знать человека, которому ты говоришь, как говорить, в какое время. Кто-то думает, там, неважно. И мы допускали тоже эту ошибку, когда уставшие после работы, ну, есть свободное время, там, день он такой весь наполненный событиями, а вот вечер как раз-таки можно поговорить, но бывают вопросы, которые вообще не нужно вечером обсуждать. И кажется, да, я вообще, если не сейчас, то когда? У меня никогда на это нет времени, да уже все. Но все же, тем не менее, если это важный вопрос, то, ну, находи время, найди время, да. Просто сейчас, секунду, я прости, пока мы в этой теме, извини, Юлечка. Просто я понимаю, что вот большинство жен, которые смотрят нас сейчас, они бы и рады сказать, но с той стороны, ну, вот тут вам повезло. Вы оба как-то были открыты, настроены, садиться, меняться. А что, если она такая, давай поговорим, он такой, да у нас все нормально, не надо нам ни о чем говорить. Что, как ей быть, типа, скандалить, оставить, да и живи ты как хочешь, холодную войну организовать, что делать? Можно я, да, я скажу, первый год служения Максим даже не ходил, ну, там, в церковь, где я служил. В тое служение? Да, он ходил в церковь, но не на мое служение. Ему это не было неинтересно, он не мог понять, насколько это важно для меня и все это. И он даже, ну, и начал конфликтовать, если я поздно приезжала домой или что-то. И я выбирала просто не как манипулировать, потому что я знала, как могу манипулировать и плакать и все, чтобы он понял. Но я думала, если Господь меня, ну, ведет, да, туда, он тоже будет все устраивать. Если сейчас это сложно, в этот год, это было несколько месяцев, тогда что-то Господь хочет, чтобы я поняла, чтобы я могла понять и чтобы я преодолела здесь. А я решила просто это духовно делать, не своими силами, а духовно. Я очень много молилась, постилась, чтобы Максим мог, чтобы Господь открыл ему важность этой служения. А сейчас мы служим вместе, но вначале Максим даже не ходил, не знал ничего, что я там делала. То есть, фактически, твой фокус был не на нем, ты не ему объясняла, а ты просила Бога, чтобы Бог открыл ему и изменил его. Да, потому что Библия говорит, не знаю, если правильно по-русски скажу, что наша борьба не против... Флоти крови. Да, и вот когда мы это понимаем, тогда не смотрим на человека, как ты просто хочешь разрушить то, что Господь мне дает. Вот если мы так думаем, тогда не понимаем правильно, потому что не может быть, что Господь дал нам служение или призвание больше или важнее, чем семьи. Вот это тоже надо понять, что семья – это мое первое призвание. И потом тогда в церковь могу что-то другое делать. И вот из этого тогда и для меня проще, когда он мне говорит, нет, не поедешь. И были моменты, и недавно были, что я забыла ему сказать, по субботам это наш день, и я там что-то устроила. И Максим говорит, нет, сегодня наш день. И я, что они будут думать? И это было позорно для меня, как лидер. Я там организовала, и Максим говорит, нет. И я могла просто плакать и манипулировать, чтобы он в конце концов отпустил. И я сама решила, не буду, потому что он сказал, он лидер, он говорит, и это первое призвание. Если здесь нехорошо, тогда что я там буду делать? Вот. Круто. И хотел тоже дополнить, в первое время у нас тоже такие ситуации были, когда мы пытались вроде как поговорить, еще такие робкие попытки были, но не получалось нормального разговора, продуктивного, ничего не шло. И мы молились, чтобы Господь нам дал третьего человека, который бы нам помог. И это очень важно, это требует огромного смирения, во-первых, пойти и смелости. Пойти, открыть свой вопрос. Понятно, что мы должны очень критично относиться к выбору человека, которому это все мы будем рассказывать, свою личную жизнь. Человек должен быть опытнее нас. И, ну, слава Богу, в церкви, наверное, в любой церкви вы найдете человека, который опытнее вас в этом вопросе. И нам так сильно помогли вот именно на первом этапе просто вот, ну, скажем так, подстроиться, ну, как-то вот что-то, хотя бы нащупать вот этот первый контакт, который позволил нам вот этот огромный ком проблем просто вот нащупать эту ниточку и начать как-то вот ее дергать. А потом, когда у вас уже есть опыт и вы видите, что, вау, мы, там, не знаю, год ссорились, ничего не получалось, потратили кучу времени и что? А потом начали делать вот это и в итоге сразу видим результат. И вы уже вдохновлены, что у вас одно получилось, это вас вдохновляет идти дальше, продолжать это. И не всегда, конечно же, потом придется ходить кому-то, но, тем не менее, вот на первых этапах очень может быть, что стоит вот обратиться к какому-то третьему человеку. Да, ну, не сдаваться сразу, не разочароваться, потому что люди хотят, чтобы были результаты вот сразу. А если, ну, опять, библейские основания, что в Библии говорили, что сначала надо сеять, правильно, да? И потом пожинать. Все правильно. Но в физическом мире это не мы сразу сеем и на следующий день что-то будет, результат будет. Надо просто и еще поливать, и еще, и попробовать еще раз, и ожидать. Вот, и я думаю, что тоже там есть проблема, что люди ожидают результаты вот прям сразу. И надо просто не сдаваться. И еще, посвященнадцатый час, может быть, через несколько месяцев, дай бог, что что-то выражает. Зайдет, да. Супер. Но зато, когда мы пострадаем за наших супругов, мы потом их уже больше ценим. Когда мы не платим цену, нам очень легко сказать до свидания. А когда ты уже настрадался, стал как Нострадамус, и уже думаешь, нет, я просто так, уже не отстану, уже все, уже до последнего. Ты хотела что-то спросить, я тебя перебил. То же самое, что ты хотела, что ты спросил. А, я тебя перебил. Ладно, ну, хорошо. В общем и целом мы поняли и про книжки поговорили, и про библейское основание, и то, что вы вкладываете, и как вы развиваете отношения сейчас. Есть у каждых отношений свой плод. Ваш плод сейчас гуляет где-то на улице с нянью. Мы хотели узнать у вас путь. Потому что я знаю, что не сразу все так хорошо получилось. И теперь-то вот мы видим прелесть, прелестную вот эту, но вам пришлось пройти через серьезную трагедию. И мы благодарны заранее, что вы готовы этим поделиться. Расскажите, что, как это происходило, и как вы это проходили. Да, может быть, я расскажу. Да, вот помните, в прошлый раз, когда вы спросили, какая ваша мечта, и я написала, чтобы быть мамой. И я думала, ну, все будет очень просто, хорошо. Но вот у Господа есть свой путь, и как может быть по-другому у нас всегда чуть-чуть сложно. Но это было так замечательно, то, что сейчас понимаю, то, что Господь хотел делать через это. Потому что мы потеряли ребенка, беременности. Замершая беременность. Замершая беременность. Это был первый раз, мы это ожидали, всем рассказали, просто праздновали все, и вдруг что-то было. Но если кротко говорить, нам сказали, нам пророчествовали, и сказали, что через среднюю что-то будет, нехорошо, дорогие люди будут у вас в семье. Но мы об этом, мы не могли понять то, что будет. Но и пророчество было, что, ну, это Господь, это позволяет. И мы как и слышали, ну, хорошо, хорошо, странно, странно. Три дня спустя, вот, произошло. И там, когда я была в больнице, у меня все, мир просто закончился, это, ну, можешь представить, как это сложно. И я помню, что первое, что я думала и сказала, я так и знала, что ты меня это сделаешь, мне это сделаешь, Господу. Значит, Господь мне показал, что у меня обида была внутри, что я думала всегда, что мой путь всегда самый сложный. Почему мне? Ты именно со мной такой жесткий, как жесткий Бог. У меня было такое представление, хотя христианка, хотя служу Господу. И я ей думала, я служу тебя, почему мне, именно мне, я так и знала. И я помню, что я плакала, плакала. И вдруг мне пишет Ангелина, недавно у Вас. Да, да. Она моя подруга, хорошая. И она мне пишет, ой, у меня был сон сегодня с тобой. И у меня через несколько минут, у меня даже не было собраться, чтобы очистить и делать операцию. И она пишет, я вижу, что я в больнице. Она видела, как будто это она, и что я говорила какие-то слова. И эти слова, все, что там написано, и она говорит, и ты мне это сказала, что из-за того, что ты любила Богу, и ты мое имя не оставил, я буду с тобой, и я с этим буду тебя исцелить. Я просто плакала, потому что настолько, что у меня было понятное, как глубокое осознание, что Господь благ, даже когда Он что-то соберет от меня. И раньше я не могла это понять. Раньше у меня было, что, о, благословение, квартира, или что-то, о, Господь благ, ой, Господь добрый, Господь хороший со мной. А теперь такое ощущение, глубокое ощущение, что Он продолжает быть благом. Это не из-за того, что Он мне дал тогда, а, я благословлена. Нет, я всегда благословлена, даже если Он что-то мне не дает. И буду Его имя прославить. И я поняла, что Он исцелил мое сердце от этого обида, чтобы было. И сейчас даже в этот момент просто вдруг что-то, вот это понятие, и обида просто ушла. Больше не думаю, что Он делает что-то плохо или жестко. Теперь понимаю, что есть смыслы. Почему сложнее? Потому что Он это все использует. Он использует самое крутое от нас и то же самое сложное, что мы проходим. Для Его имя, чтобы прославить Его имя. Максим, а ты как проходил этот период? Ну, ты же тоже ждал ребенка. И вот. Да, и самое интересное у нас было слово от Бога. Изначально Господь мне сказал, что пока не время делать детей. Я на самом деле много сомневался, Господи, как так вообще? И внутри, ну, скажем так, вообще, я не то чтобы не был готов, но как будто бы вот какая-то преграда была. Сейчас не время. И потом вдруг в один момент, там тоже Ракеле, одна христианка написала, я видела сон, Господь дает тебе зеленый свет. А мы были в Сочи, в общем, я тоже молился и в этот день решил думать. И я почувствовал, что Господь как бы все говорит, что это тот момент. И я иду и покупаю Ракеле, думаю, ну, ей сейчас фрукты нужны. И я пошел там, ей кучу фруктов накупил. И прихожу, дарю, и она просыпается и говорит, в телефон посмотрела, говорит, почему ты мне это принес? У меня вот сон был, и там... Девушка говорит, я видела сон, где ты должна много фруктов кушать. Есть. И он принес много фруктов. И я как бы уже с пониманием, что все, вот теперь мы входим в другую, как бы, в другое время, да. И тем не менее, вот так все произошло. И тогда непонятно, да почему. И было очень сложно, ну, сложнее всего я переживал за супругу. И вот это вот действительно пророчество о том, что Господь это позволил, оно и мою супругу, и меня поддержало. Потому что оно дало, как бы, объяснение, что это не просто так Господь не уследил, а это именно от Бога было. Или какое-то наказание. Да, что-то там, грех какой-то, или еще что-то. И для меня, на самом деле, большим свидетельством было, когда я жену забирал уже из больницы. Ну, жена очень эмоциональная. Я думал, что, ну, мы сейчас там... Я сама так думала. Были знакомые, которые долгое время, тяжело это проходили. И когда я забрал супругу из больницы, в такси она чуть-чуть сплакнула и никогда больше не плакала. Я был просто в шоке. Для меня это вот было прям откровение, что Господь был с моей женой, есть с ней и с нами. Это реально сложно понять мозгами, но Бог благ. Да. Так он вас через это проводил, да? Да. Когда вы забеременели во второй раз, не было ли страха, что не хочет ли Бог еще чему-то научить меня сейчас, вот через вот это вот все? И что, и что, как вы осознанно шли, это получилось, Бог дал просто. Как вы подошли ко второму? Да, конечно, сразу были. Но из-за того, что уже не думала, я знаю, что у меня будет. Нет, такого уже не было. Ну, конечно, страх уже не захотелось вот это праздновать, сказать всем. Но я тоже поняла, что страх это уберет вот счастье этого момента. И это и есть подарок тоже, быть беременной, все это наслаждаться. Но это чуть-чуть потом поняла, что все хватит. Интересное наслаждение быть беременной. Да, это правда классный период. Живот не надо втягивать. И у кого не возникает никаких вопросов. Но если, конечно, да, духовное, мы молимся и провозглашаем все, все будет хорошо. Но тоже практически то, что я делаю, что мне помогло, я старалась фокусироваться на служении, не на что-то, но быть занятой тоже, чтобы не так много думать, потому что вот здесь может быть много и все сценарии плохие. Поэтому я, да, старалась больше в церковь служить, или на работу, или с семьей что-то делать, чтобы не просто грустить и думать, а вдруг что-то, вдруг что-то. И просто все отпустила так. Ну и важно, что мы не потеряли веру в то, что будет все хорошо. Мы, во-первых, обследовались. Нам сказали, у вас все нормально. Такое бывает. И мы снова, ну, опять же, всегда молимся, и за это молились. И вошли просто в это снова с верой. Я поддерживал жену, что все будет хорошо, все у нас получится, и ребеночек родится здоровым, Господь с нами. Слава Богу, Господь все устроил, Господь поддержал. Это были совместные роды или раздельные? Да, это были раздельные роды. Ну-ка. Муж боится. И даже я хотела одно. Да? Да. Мы просто, мы такие, мы адепты, типа, совместных родов. Муж должен быть рядом. Да, да, да. Но мы всегда оговариваемся, что если это комфортно для обоих, что если для кого-то это неприемлемо или что-то такое, ну, конечно, без фанатизма. Вы как раз семья, которые раздельные роды были, да? Да, да. То есть он тебя привез и через три дня забрал, грубо говоря. Да. У нас немного не так было, потому что нас положили на, у нас уже были после сорока недель, и там, ну, как это называется правильно? То есть, в общем, врачи смотрели на... Ну, на сохранение обычно докладу. Да. Я там долго, не три дня, а неделя. В общем, да, там поставили срок, что если там такая-то неделя, то это уже будет там, да-то. Да, там смешно было, что они узнали, что там, о, что это за профессия? Диакониса, а-а-а, будешь молиться за нас, да, и пока я там в роде, род в боксе, ну, давай, молись, молись, молись. Что это? Классно. Ну, прикольно, да, да, все хвосты. Благослови нас. Почему мы говорим-то вот о совместных родах и все такое? Потому что есть, ну, на наш взгляд, небольшая проблема в том, что ты ее вот такую беременную сдал, не был во всех вот этих вот трудностях, и потом вот они свежие, красивые, такие укутанные, вот тебе там ребеночек раз, и ты такой, ну, ок, как бы. Сходила, вернулась, все. Да, 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 как в магазин сходила, туда купила, просто долго выбирала. А там у женщины меняется, просто весь мир переворачивается, и если она это одна проходит, то это очень тяжело. Мы на самом деле не против совместных родов. И не то, чтобы, я уточню, да, не то, что я прям боялся там находиться, но в тот момент были очень, очень сложный период именно по загрузке, и много тут, в общем, по квартире много всего, там, работы, в общем, служение, жена беременная, на мне это все висело, и я сказал, если просто ты от меня этого хочешь, тогда, ну, какие-то ответственности я просто кому-то должен передать, а возможности такой не было. Поэтому давай просто, ну, не будем провоцировать, потому что у меня, я уже был, как бы, на грани. Хотя в целом, ну, как бы, сейчас другое, в целом я на это нормально смотрю, и, ну, мы точно не против. Может быть, вторые роды, даст Бог, будут вместе. Да. Это интересный опыт. Мой третью часть тогда надо будет. После совместных родов. Так, он решил, а тут ну что? И я такой седой, я покрашусь, покрашусь. Ребята, классный опыт. Мои сорок. Ага, не, ну, самое интересное, что вы же тоже это обсуждали. Да. Ну, то есть, это было совместное решение, чтобы ты сказал, вот как ты чувствуешь, вот где ты находишься, это же круто. Мы за то, чтобы это первично, чем вместе быть на родах, разговаривать, договориться, принять совместные решения, и это важнее. Да, чтобы не было обиды потом. Да, это такой момент, который ты просто, возможно, второй раз уже не переживешь, поэтому важно, чтобы не осталась такая обида, с которой потом, как бы, ты упустил момент, и все. Как ваша жизнь поменялась после появления малышки? Я не чувствую, что... Мне раньше сказали, подожди, когда дети будут, да теперь будет, да, а у нас такого пока нет. Нет, я думаю, моя теория, что мы столько проходили, и, ну, настолько мы как углублялись, и, ну, взяли время, чтобы были фундаменты в наше отношение, поэтому, когда она, ну, сейчас у нас, ну, не настолько сложно, я думаю. Но это имеется в виду, не настолько сложно между вами. Да, да, нет такого, что мы рукаемся или что-то, ну, человечек плачет или что-то, и мы начинаем... Нет? Нормально? Нам кажется, что у нас, да, вот действительно были такие моменты, когда прям вообще, ну, просто ты взрывался постоянно, потому что очень много всего, и вот там было прям очень сложно, и... А здесь как-то... Наверное, мы тоже стали лучше управлять вообще своим временем, делегировать и так далее, не нагружать себя столько там, и тоже стараемся, стараемся отдыхать и так далее. В общем, от этого тоже нам кажется много зависит. Я не могу, прости, я не могу представить, если у нас были дети тогда, да, вот в начале, когда мы не знали друг друга, я думаю, точно бы развелись... Да, скорее всего, мы бы просто не выдержали, потому что еще чуть-чуть, а это было бы вообще... Да, и я против, может быть, это странно звучит, но знаю людей, которые просто забеременуют, чтобы... Сомнительные. А я думаю, вот, нет. И вот уже, ну, маленький ребенок, как будто вы столько ответственны на ребенка, что он должен что-то делать, зачем? Думаю, что это неправильно. Поэтому думаю, что здесь помогло, что столько лет мы сфокусировались на отношения, чтобы укрепляться, чтобы были фундаменты, и тогда уже дети можно... Ну, можно наслаждаться детьми. Библия также говорит, что не все готовы к браку. Поэтому для кого-то, если, может быть, вы еще не чувствуете такой уверенности, что у вас есть какие-то вопросы друг к другу, может быть, стоит взять время и разобраться с этими вопросами, и потом уже рожать ребенка, но это, конечно, дело личное. Да, да. Не, ну, мы согласны вот с такой позицией, что ребенок, который приходит в семью в отношениях мужа и жены, есть какие-то тонкие моменты, он очень сильно оголяет вот все эти провода, он очень сильно растягивает и начинает рваться вот эта вот нить, которая и так, может быть, не самая крепкая. Поэтому до того, как начинать, зачинать ребенка, 100% нужно проверить, где вот какие сферы у вас хромают. Может быть, доверие, прощение, я не знаю, еще какие-то там свои там зоны комфорта личные. И вот это вот все нужно обязательно пройти, прежде чем, потому что там, особенно первые месяцы, вообще непросто. И тогда все... Да, когда они орут. Да, да. Можно я здесь добавлю. Если в вашей церкви есть добрачный курс или курс уже для тех, кто вступил в брак, так, обязательно семейный курс, обязательно пройдите. Это точно поможет вам лучше понять друг друга. Да. Но тут, опять же, вот возвращаясь к этому, есть проблема, что пока ты только в начале... Мы пошли на семейный курс, нашей семье было несколько месяцев. Вот мы только-только поженились, и в нашей церкви стартовало они там раз в полгода, раз в год, вот такое бывает. И мы пошли, и мы такие сидим, и они там говорят о проблемах с родителями, проблемы там сексе, знаешь, и все. А мы такие, что происходит? О каких проблемах они говорят? Ну, то есть, типа... Нет, мы сидели и думали, ой, и так бывает, и вот так бывает. Да, ну и то, просто потому, что мы были постарше, по крайней мере, я был постарше, мы уже как-то, ну, ответили, ну, по крайней мере, ну, окей, давай послушаем, как бывает. Но часто такие, типа, да все классно, да все равно ничего не будет, и все такое. У нас было наоборот, что каждый раз, когда мы ходили по пятницам, я помню, мы просто, каждый, видишь, видишь, как? Видишь, это ты! Или он, видишь, это ты! Мы просто ругались каждую пятницу, когда вот этот курс семейный. Но это было хорошо, потому что хотя бы мы начали посмотреть, а, ну да, вот это я, вот это у меня есть, у нас есть эти проблемы. Поэтому для людей, как мы, это и хорошо. Да, кто-то, может быть, думает, что до моей вины в этом нет, это он, она, это часто такое бывает. Но на вот этих курсах тоже у тебя будет возможность, если ты считаешь, что ты идеальный, у тебя нет никакого там... Никаких проблем. Никаких проблем, да. Господь может тебе открыть, что на самом деле у тебя много всего, над чем нужно работать. Да, и вообще эти курсы, они же работают так же, как книги. Ты ее читаешь, и такой, ну, как бы ничего. А потом где-то через 10 лет что-то случается, такой, а, вот там я читал. И так же с этими курсами можно. Ну, еще плюс того, что ты читаешь книгу, и можешь не соглашаться, как бы, не, не, это не про меня. А когда ты там сидишь, сидят еще пары, во-первых, ты не сможешь промолчать все это время, все заметят, тебе неудобно. И ругаться тоже, как бы ты... Это я тебе... Или взгляд матчем. Да, да, да. Локтями. Да посильнее. Вот, и поэтому придется разбираться, поэтому это классное время. Слушайте, хорошо. Я, как мужчина, знаю, что большинство мужчин, Максим, у меня сейчас к тебе будут. Не то, что претензии, а вопросы. Претензии тоже можно. Тоже можно претензии, да. Я могу тебе все высказать, а там что сможешь, ты мне ответь. Мы, мужчины, наверное, чаще проходим какие-то такие подобные трудности, но я хочу с тобой обсудить две темы, которые долго говорю, простите, но вы, наверное, уже привыкли. Короче, я знаю, что в твоей жизни был алкоголь. Табак тоже там присутствовал, но это как бы уже... Следствие. Да, да. Может быть, следствие, может быть, нет, но не суть. Расскажи, в какой проблеме ты находился, ну и потом, как ты из этого всего вышел? Где-то там в подростковом возрасте я начал употреблять алкоголь, это все было так хихиха-ха с ребятами, потом в университете это все усугубилось, и я прям... я не мог нормально спать, если у меня не будет бутылки пива в холодильнике, потому что у меня был страх, если вдруг мне захочется пить, а в холодильнике нет ничего, что я буду делать? Я обязательно хранил там пиво, и мои соседи знали, там, это пиво Макса, его не трогать, ну потому что, вон... Ну, я как бы считал, что я нормальную ситуацию контролирую, пока не начались уже там всякие, там, по пьяни аварии, всякие там какие-то пьяные драки, пистолеты наставляли на меня, просто по дурости, там такого до жесткого криминала, слава богу, не дошло, но это все было вообще уже очень плохо, и самая большая проблема в том, что я не хотел этого, но я не мог это контролировать, и все, что я пытался, как я там уже думаю, ну все, ладно, сам не могу, я спорил там с моими... На деньги. ...ребятами там, ребят, давайте вот на полгода, я не курю, не пью, если выдержу, там, вы мне что-то, или там я вам что-то, и после этих там полугода я опять срываюсь, или там опять же в эти полугода не выдержу. Ну и в общем так оно шло, и я понимал, что это что-то, что сильнее меня, я прям не могу. Но все это было до встречи с Богом твое. Ну, в смысле, вот то, что мы сейчас описываем, это еще до того, как ты сказал. Да, это все было до встречи с Богом, да. И, кстати, и отношения нормальные вообще не складывались, потому что, когда узнавали, что я алкоголик, ну как бы, для меня-то это было нормально, я считал, что, а что здесь такого? Ну, люди, которые как бы со стороны это наблюдали, никто не хотел с таким быть, ну что, как Максим нормальный, ну пока там он немножко не выпьет, он начинает там... Дуреть. Творить там, да, ужасные вещи. С курением тоже, я занимался спортом, и показатели были важны, результаты, и моя команда, я большим теннисом играл, они мне говорили, как бы, ну ты как бы куришь, так себе как-то. Вот, и я был капитаном сборной Бауманки по большому теннису, и как бы должен был показывать пример, но у меня не получалось вообще примера. И, в общем, когда я принял решение креститься во взрослом возрасте, тогда ты покаялся? Покаялся, и решил принять водное крещение. Я помню, пастор меня так вот приобнял, и почему-то он мне начал говорить, я тогда еще вообще не понимал, что такой духовный мир вообще. Ну, в обращении он прям. Пастор меня так приобнял, и говорит, слушай, ну, у меня был друг, который не мог бросить курить, а как только покаялся, вообще никогда не хотел больше. А я всегда так аккуратно, там, жвачки, все, то есть, ну, вряд ли он мог чувствовать, что что-то. То есть, это какое-то у него откровение было, и это было прям в тот день, когда вот я водное крещение принимал, и вот я водное крещение принял, и возвращаюсь в общагу, и с утра мой сосед говорит, Макс, ну что, пойдем на перекур, я говорю, слушай, я не хочу, ты не заболел? Я говорю, да нет вроде, и с тех пор мне не хочется курить. И вот это вот два разных состояния сердца, когда ты борешься с чем-то, это для тебя является искушением. И другое состояние, когда наш самый лучший хирург, Иисус, он исцеляет сердце, и ты уже вообще не борешься, вот это вот свобода. И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вот это вот я пережил, это для меня было вот на одной из первых таких вообще откровений. Вау! Да ладно! Господь может вот так вот исцелить, освободить. Ну и, конечно, не совсем так происходило, потому что с алкоголем было другое. Я начал ходить в церковь, читать Библию, молиться. А как было по воскресеньям? Мы тогда просто встречались, еще не были в браке. И я помню, что мы встретились у метро. У метро там, по воскресеньям утром. Подожди, давай скажем, метро Маяковска. Маяковска, да. Там, да, этот центр. И я жду его, чтобы ходить вместе в церковь. И я вижу, как он там, пьяный, полный. А я решил, думаю, сюрприз сделаю. Я пил всю ночь. И с утра, вот как бы в цену в церковь, обязательно нужно было идти. И, в общем, я думаю, сейчас я удивлю, а я вообще уже, ну, то есть, не в себе. Вонючий, вонючий. И я начал там ей оперу или оперету петь на Маяковской. И она... Но это, это тоже, я думаю, тоже правильный, ну, очень важный момент, что я помню, каждый воскресенье было то же самое. Несколько месяцев, я думаю, это было очень долго. И у меня просто стыд. Нет, я с тобой не пойду так. Нет, нет, давай, я возвращаюсь домой. И он пьяный. Нет, я пойду в церковь. Может быть, сегодня день, когда Господь меня исцелит. Пойдем. Вот, каждый воскресенье он это сказал. Может быть, сегодня мой день. Может быть, сегодня мой день. А теперь я понимаю то, что это помогло. Он был рассчитанным, как, нет, я пойду, не важно, если я еще, я еще не могу, еще не вижу мое чудо, но я продолжаю. Может быть, сегодня Господь делает вот это чудо. Ну, я просто был уже отчаянный. Я, хоть у меня там не так много лет еще было, но я уже успел, мне это уже успело направить. что это проблема прямо? Я понимал, что неоднократно возникали там риск для жизни просто. Но я понимал, что, ну, это, это может, ну, очень плохо закончиться. И такое было прямо неоднократно, я сейчас не буду перечислять. Да. Как это закончилось? Это же закончилось. Подождите, я вам сейчас боюсь. Приходите в воскресенье. Я открою холодильник, что там Антону достать. Я спать хочу, да? Да. И вот я хожу в церковь, и я также собираюсь со своими ребятами, мы там регулярно ходим по барам, пьем. Я помню, я вот раньше там четыре кружки пива выпивал, тут вдруг начал пить три, и на меня мои ребята, Макс, ты че? Ты че меньше пьешь? Ты здоровый вообще? Можно к врачу обратиться? Я говорю, то я не знаю. И как-то потом вдруг две, и мне больше не хочется, я не могу это объяснить. Но я как бы радуюсь, думаю, круто, то есть я уже не веду себя супер неадекватно, уже как бы плюс-минус себя контролирую, и потом одна, и потом был случай, я жил, снимал квартиру, и что-то произошло хорошее, я решил купить бутылку вина, и как-то ее взял, выпил, и я помню, общался с родителями по телефону на кухне, мы там снимали с тремя парнями, и просто ушел в свою комнату, вот это все, что я помню. Ну, я любил так выпить, чтобы я потом не помнил, как я вообще, то есть, чтобы память отшибал. И с утра я просыпаюсь, выхожу там на кухню, и сосед просто разъяренный на меня, ты, ты алкоголик, ты нас здесь всех, как бы, ну, на тот свет отправишь, ты хватит уже бухать. Я говорю, подожди, подожди, а что было-то? Ну, в общем, пока я на кухне стоял, говорил с родителями, я, видимо, ну, как бы, опять перебрал, и в итоге я включил, я баловался газом, и я включил газ в духовке. И он просто шел газ, один парень уехал, из наших троих, уехал куда-то там, в другой город, и вот этот второй, он пришел с тренировки позже, и он услышал этот запах газа, и все это выключил, но если бы не он, как бы могло бы все печально закончиться. И вот в тот момент я прям понял, как мне Господь показывает, если ты продолжишь, все, все, это прям уже вот, ну, как край пропасти, если ты не примешь радикальное решение, вообще все соблазны, это будет твоей последней каплей, и вообще, ну, очень быстро все закончится здесь. И у меня прям страх такой пришел, я понимаю, что все, вот сейчас или никогда, то есть уже дальше я не могу тянуть, и все, и тогда вот как-то страх Господень меня наполнил, и с тех пор как бы... Ну, ты принял несколько решений, например, вот эти друзья, с которыми ты раньше ходил, и бухал, ты решил, окей, эти люди уже лучше, чтобы не были в моей жизни, потому что это влияние... Беги безопасности, да. И еще... Да, хорошие ребята, но не конкретно про каких-то определенных людей, но когда я бросил, мой круг вообще общения начал меняться. Я с ними продолжал ходить, но не пить, и мне они прям говорили, если ты не выпьешь, я тебе сейчас здесь по голове настучу. И у нас прям, ну, нас разнимали там, но были такие вот ситуации, и постепенно-постепенно, ну, как бы разошлись интересы. Но это крутые изменения. Это вообще во мне крутые изменения. Пить и не пить, ну, для меня это просто другой мир. У меня отношения нормальные начались, я там кучу работ поменял, я везде бухал, и как бы... Ну, держать работу. Да, то есть это просто все было. И еще радикально, что ты даже не чуть-чуть, ты очень радикальный в этом, что ничего не буду пить вообще сколько лет уже, слава богу. Как думаешь, это такая индивидуальная твоя история, что вот тебе алкоголь противопоказана? Кто там все-таки из христиан может выпивать там вино, или... Вот как твое отношение к алкоголю теперь? Ну, мне, для себя я точно решил, что мне это точно нельзя, и даже если это бы на меня не производило какого-то такого вот, ну, эффекта, какой был, я все равно склоняюсь к тому, чтобы вообще не пить, потому что в нашей стране это проблема, на нас все смотрят, если христианин будет пить, ну, то тогда, как бы, что делать? Что делать? Камень прикладновения. Да, кто будет показывать этот пример человека, который, ну, не пьет? Один из моих близких друзей на тот момент, он мне говорил, обязательно тебе нужно пить, потому что если ты не будешь пить, ты сойдешь с ума. Вот он прям верил в это очень свято. То есть, у нас столько твердынь на самом деле, и лучше, если, ну, я не знаю, это много, на эту тему можно говорить, но если посмотреть там статистику криминала, ведь там, сейчас цифры не буду говорить, но много этого всего происходит просто по пьяной, там, да, вот этой вот тусовке. То есть, мы по-разному, мы тоже относимся, мы совершенно не пьющие, ни чуть-чуть, ни много, ни как, ни полусухое, ни красно-белое, никакое. И вот такой взгляд, что мы пример, ну, я пока вот еще не встречал, разные есть доводы, все по-своему, но мне нравится, что мы должны быть теми, кто показывает свой пример, что, ну, вот можно и так, разрушая твердыни, что не пить невозможно. Возможно, вот, живы-здоровы, свадьбы веселые, бывают, когда не пьют без алкоголя, вечеринки, тусовки, дни рождения, все возможно. Да, можно здесь добавить, многие люди считают, что без алкоголя вообще, ну, и мне задавали такие вопросы, как ты расслабляешься, если ты не пьешь, и это тоже круто, когда мы просто, ну, мы можем спокойно наслаждать, даже вот, я не знаю, там, прийти на свадьбу, когда видят христиан, которые тусят, так же, как ребята, ну, которые просто там уже, накидались там, в зюзю, и они его смотрят, и что? Ну, то есть, на самом деле, опять же, это, это абсолютно, ну, нет связи, там, ты пьешь, расслабляешься, можно расслабляться абсолютно по-другому, и, ну, более, и так же, ну, опять же, у каждого там разные нормы, кто-то любит там, напиться вообще в труху, кто-то чуть-чуть, бокалы, чуть-чуть, окей, для тебя нормально, да, твой личный выбор, но, если там люди накидываются, то это, ну, и для здоровья вред, и там куча всего, потом, всяких болезней появляются, то есть, как бы, ну, если без этого можно, то какая необходимость, у нас просто, как мне кажется, просто есть эти стереотипы, что вот только накидаться, и все, жизнь там сложная, вот это, вот это, вот это, и мы себя к этому подводим, все так делают, но если это делают, если это будут делать не все, и делают не все, тогда, как бы, может, есть другой путь, был разговор как-то у меня с родственником, и я его направлял там, говорю, сходи вот к священнику, вот у тебя проблемы с алкоголем, он мне говорит, а что он мне скажет, если я с ним вместе водку пил? Это такой момент, что, ну, действительно, ну, и просто сложнее говорить, когда, ну, ты такой же, как я, что ты мне скажешь вообще, а проблем множество в этой сфере. на самом деле, есть несколько вещей, которые в отношениях, ну, и вообще у людей, вот с чем чаще всего случаются проблемы, алкоголь одна из них, но есть еще один вопрос, это долги, ну, вот неумение финансами своими распоряжаться, как-то тратить, зарабатывать, ну, в общем, неправильно себя в этом смысле вести, и есть ракель, ракель, как ты залезла в долги, что вообще было? Вайлдберрис. Боже, ничего, просто, просто. То есть, здесь было в России уже? Нет, всегда в жизни. Я не знала по-другому. Просто, ну, в этот момент, когда ты так видела, или видели дома, тогда очень сложно делать по-другому, потому что это то, что ты знаешь. Вот, и когда в браке, я просто продолжаю быть сама собой, как, я помню, что у меня были несколько кредитных карт, и все были... На мое имя. На его имя. И он просто мне говорит, что это? А я не могу даже сказать, купила что-то, что-то просто, мелочи, просто. Да, вот это ощущение, что у тебя есть деньги, но на самом деле, это не твои деньги. И вот опять, я помню момент, когда он мне, он взял все и резал эти карты, и я плакала. Я учился на фокус-бизнес-школе, тогда так называлось финансовое служение в церкви «Слово жизни» в Москве. И там как раз, вот у нас урок был, по долгам, и... Первое, разрежь кредитку. Разрезать. Я решил, думаю, ну, по крайней мере, одну разрежу, если две разрежу скандала, одну разрежу, а вторую скажу, вот до этого срока, давай будем резать вот тогда. А перед этим надо ее погасить, или можно не гасить? Не обязательно, просто пластик. Не обязательно. Это было что-то символичное, я не знаю. Еще, он мне говорил, что, ну, хорошо, я заплачу, это его последний раз. заплачу. Заплачу. Он говорит, ты должна, это твою ответственность, ты должна и работать дополнительно, чтобы платить за это. И ты хорошо, это правильно было, потому что... То есть он тебя заставлял закрывать твои долги. Потому что я не сказала, я не говорила, что я это делала. Вот. И еще мне просто, окей, платить за это, а научиться это, финансовая грамотность. Потому что у меня вообще ноль, нет такого. Еще другой момент, что я видела, как мои финансы, мои деньги, у нас несколько лет было все отдельно. это я зарабатываю, не могу это показать. И через всего этого тоже я научила, что такое быть смиренной, как замужем. Потому что я хотела быть замужем вот здесь, здесь я послушная, но финансовая нет, потому что я там, это я зарабатывала, это мои деньги, столько мне это сложно было. Вот. И когда я отпустила просто за послушание, что он главный, он глава семьи, и я буду показывать, сколько я зарабатываю. Он даже не знал, сколько я зарабатываю. Это просто кошмар. Это даже женщина-загадка. Да, да, да. Он загадочный, да? Пусть думает, что хочет. Вот. И слава богу, он, я сказала, все, это мои деньги, возьми, все. И он потом сказал, ну ладно, ты можешь сама все разбираться, но до сих пор не что отдельно, а я могу как-то, я бы не имею свое. Чуть-чуть. Есть открытость, транспориенция. Есть открытость. То есть мы понимаем, что куда идет, у нас есть как бы, ну встречи, где мы показываем друг другу, там, что, как у тебя, там, цели и так далее. так сложно, что я зарабатываю и он должен мне сказать, где я буду мои деньги, свои деньги тратить. Подожди, тебе до сих пор сложно, что ли? Я уже смирилась. Еще больно. Не, ничего. Так, у меня еще тема на 5 часов разговора. Да, когда у нас конец интервью? Ну смотрите, сейчас я понимаю, насколько я замедлила, замедлила семью, например. Вот это решение, чтобы у нас была свадьба, вот дорогая, вот дорогущая свадьба и все, вот так, это было мое, я хотела, я хотела что-то доказать, доказать всем, что у меня все красиво получилось. И сейчас понимаю, что мы могли дальше купить квартиру с этими деньгами. Зачем? Это было мое решение, я манипулировала, манипулировала, манипулировала его, чтобы было, как я хотела. Это из-за того, что у меня не было финансовой грамотности. А теперь понимаешь, что 7 лет спустя, только 7 лет спустя, мы могли купить квартиру. Значит, эти 7 лет это была моя вина. Это из-за того, что я замедлила замедлила. Замедлила на просветание, финансовое просветание нашей семьи. И когда я это поняла, у меня было не выбора, что, окей, мне нужно научиться, окей, помоги мне стать грамотной в этом. Я хочу только обратить внимание, вы можете делать дешевые свадьбы, но ведущего надо приглашать дорогого. На этом нельзя экономить. Вы можете купить квартиру поменьше, но ведущего должен быть очень дорогим. у нас не было деньги на это. Я хотела и хотела. Поэтому вот. О, следующая книга. Деньги любят счёт. Да, Дейтон, ага. Дейтон. Здесь, кстати, написано библейское руководство к тому, как зарабатывать, тратить, откладывать, инвестировать, жертвовать деньги. И в этом вопросе тоже это один из таких важных камней преткновения вообще в семьях. И нам нужно учиться, нам нужно познавать вообще, что, как правильно, что, во-первых, Библия говорит. В принципе, в этой сфере, в сфере финансов тоже расти и приходить к согласию очень-очень важно. Я сейчас настолько благодарна, что у меня муж, который знает в этом и он помог мне и мы можем просветать вместе. А если было бы по-другому, просто как я хочу, потому что сейчас хочу купить вот это и это, я знаю, что столько мы не могли достиг, как сейчас. Да, да, да. Супер, круто, круто. То есть реальным решением этой проблемы стало то, что ты открыл, позволило себе измениться в этом или что? Где вот если люди сталкиваются с долгами, если они тратят непомерно, ну вот не не умеют как-то тратят сверх того, что они зарабатывают. Какое решение в этом? Видение. Если есть видение, как использовать деньги, куда вы хотите, что вы хотите иметь, тогда цель, тогда проще понять, окей, сейчас некрасиво живем, окей, это из-за того, что через два года у нас будет вот квартира, допустим, или я не могу тратить, ну, например, я раньше просто покупала кофе в Старбаксе и вот так, и это было столько денег в месяц, где-то 10-15 только на кофе. И когда он мне сделал вот счет, смотри, сколько ты тратишь только на кофе. Я, господи, что это? И он мне сразу показал, смотри, вот эти деньги давай, что ты хочешь, что-то другое, более значительное. И когда видение есть, куда идем, куда мы хотим и что хотим достигать, ну, как семи, тогда проще, ну, вот эти... Откладывать и сжаться и на чем-то экономить, когда мы понимаем, что мы вот здесь сэкономим, если у нас нет видения, мы здесь сэкономили и думаем, что, ну, вот я сэкономил и ради чего-то. Просто страдаю. Это страдание бессмысленное. А тут ты страдаешь, но зато потом все понимаешь. Будет результат. Вот он, где баланс. До интервью мы общаемся и Максим говорит, а я не пью кофе, только Ракель пью. Вот как вы решаете вопросы. Да, да, да. Ракель, смотри, сколько на кофе ухо. Окей, Макс, теперь ты не пьешь кофе. Нас раскусили. Теперь я возьму на кофе. Кофе Макс не пьет. Все понятно, да. Окей, окей, хорошо. Ты такой внимательный на эти детали смотришь. Она просто учится, понимаешь, я что, теперь тоже кофе не пью, да? Ага. Ладно, хорошо. Нет, кстати, вот я слышала этот вопрос по-то кофе и начала об этом задумываться, потому что для меня кофе это такой, ну, радость. Я сладкое не ем, но кофе пью. И вот я начала записывать в отдельную графу, чтобы посчитать за месяц, сколько я трачу на кофе, чтобы увидеть, если это меня шокирует, я такая подумаю, ну да, надо заканчивать. Но пока только считаю. с собой брать. Я тоже, ну вот опять же, в плане кофе у всех по-разному. В плане кофе я тоже как-то тогда кофе стоило что-то типа там 150 рублей за кофе. Я вот работал в церкви тогда и возле церкви постоянно в кофейне брал кофе. Каждый день, иногда по несколько раз. Вот. И потом я посчитал, сколько получилось. И сумма тоже оказалась не шокирующей, но как бы и не маленькой. Ну то есть ты такой, когда-то до того, как я пришёл к Богу, я курил. И когда я курил, это стоило очень дёшево по сравнению с тем, что сейчас. Я иногда сейчас смотрю, сколько стоит, думаю, боже мой, как, что вы едите, люди? Если вы курите, как вы живёте вообще? Вот. И я когда посчитал кофе, я понял, что это не сверхъестественно, но это всё равно too much как бы то, что я трачу. И потом я подумал, окей, хорошо, я бросил пить кофе. И начал, ну, моя жизнь стала хуже от этого. И тогда я в свою жизнь осознанно вернул кофе, я понял, окей, это я трачу, но тогда я счастливый, я больше сделаю. Ну, типа того. Вот. Но были сферы какие-то, вот куда ты тратишь, и ты такой, ну, это как бы я спокойно могу без этого жить. Просто нагреть. Да, оно вот улетает, сквозь пальцы улетает. Для меня то же самое было, знаете, какое у меня был страх. Минутка финансовой грамотности продолжается. Когда-то давным-давно, когда я жил ещё в Новокузнецке, всё такое, я прочитал одну книжку Бодо Шефера Мани, пёс по имени, по кличке Мани. Короче, это детская книжка о том, как распоряжаться деньгами. И там была история, тогда ещё не было приложений банков, счетов, там, куда ты можешь обсуждать. Тогда у меня были конвертики. И я распределил, что со всех моих доходов 10% уйдёт там вот сюда, там 15% сюда здоровье, одежда, коммунальные т.т.т. Я уже жил один, но ещё не был в церкви, поэтому у меня не было там графа десятина. Вот. Ну, вот как-то это вот на закуп там следующих там по бизнесу каких-то вещей. И когда у меня появились конвертики, мне стало так легко жить, потому что до этого я понял, я боялся, когда ко мне приходили деньги, потому что они просто вот так вот. Куда? Где? Заработал ты там эти 50 тысяч? И через 4 дня их просто там осталось 15. И ты такой, что? Что? Ты же ничего не произошло. Но когда появились конвертики, ну, короче, когда пришёл порядок финансовый, тогда они стали, что ты улыбаешься? А я вспоминаю, что когда мы поженились, ты вёл эту систему, и мне пришлось в эту систему тоже. Да, интегрироваться. У меня были такие же конвертики, и я не понимала, почему я заработала сейчас вот такую сумму, а на руках у меня осталось две тысячи рублей. Долго, долго она не понимала. Комиссия за управление. Мне же нужны деньги на кофе. Но, я скажу, это очень грамотная система, особенно вот откладывать конвертики. Она так долго не могла понять, зачем мы откладываем ни на что. Ну, то есть, вот НЗ, 10% у нас было... На чёрный день. Вот это мне тоже сложно. Какой чёрный день? Нет, кто-то говорит, что какой чёрный день у христиан вообще, о чём вы говорите. Но я периодически покушалась на этот конвертик и говорила, ну, вот сейчас же та самая ситуация, когда пришло время открыть этот конверт. Ну, и нужно... Ага, ты договорила, нет? Нет, нет, что очень здравое вот это вот распределение финансов. И тоже я хочу к этому вернуться. Но из-за того, что в приложении Тинькофф это неудобно, ты не можешь называть эти папочки. Ой, вообще ужасно. Сейчас исправим. Это могла бы быть реклама. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, Максим, ты там передай. Вот, это очень неудобно, Максим, пожалуйста, исправим. Да, Сбер вас побеждает этим, что можно переименовать считаю. Да, все. О, я уже могу переименовать. Ага. Да, и, допустим, конверт на стоматолога. Вот это вот надо обязательно откладывать, что когда у тебя заболит зуб или у детей, или семья растет... Пусть лучше у тебя, чем у детей. Это гораздо дешевле. Ты идешь и просто не вырываешь какую-то огромную сумму на зуб. Типа, мне сейчас пол семейного бюджета ушло зубы починить. А у тебя есть, ну, по крайней мере, половина. Меня это очень выручало. А еще одна мудрость от девушки из моего клуба подружек, она каждый год, ну, каждый месяц откладывает определенный процент на празднование дня рождения. Чтобы в свой день рождения ей не готовить ничего вот этого, что она собирается, идет в ресторан и для этого уже готова. Потому что, когда приходит день рождения, ты такой... Или Рождество. Вот, или Рождество. Мы порывались уже даже копить деньги, потому что подарки всем подарили, чтобы хорошие дарить. Молодцы, да. Да-да-да. Но и в завершении этой истории с этими конвертами я хочу сказать, что если вдруг вы начнете как-то распределять, откладывать и сорветесь, и потратите, и что-то не получится, не переживайте, вставайте снова, копите. Этот конверт неприкасаемого накопления у меня разлетался раз шесть. Первый раз это было на свадьбу. Да. У вас вы квартиру не купили, мы не купили машину на свадьбу, да. Но это было осознанно. Я как бы знал, на что иду. Вот. Ну все, окей, хорошо. С долгами мы... Ты реально написал, да, там, Тинькову, что ли? Все, пусть это и не к нему теперь, но не суть. Ладно, хорошо. С алкоголем понятно. С долгами я понял, что... Хочешь, я подведу? Не подводи меня. Меня никогда не подводило, не начинай сейчас. Давай, давай. В этом месяце мы не раз рассказывали, что у меня есть клуб подруг, и каждый месяц у нас определенная тема. В этот месяц мы приглашали с девчонками к нам сексолога. И оказалась статистика очень плачевная, потому сколько людей, мужчин и женщин, в том числе, зависимы от порнографии. И, к сожалению, это есть... Ну, христианские семьи от этого тоже не застрахованы. Да. Расскажите, пожалуйста, вы согласились поделиться с нами вашей историей, вашей историей освобождения. Да. Поделись, Максим, пожалуйста. Ну, пока я не был верующим, для меня эта тема вообще была такой, ну и что? Обычно ничего. Все это делают, да. Когда я покаялся, я понял, что у меня есть проблема, у меня есть зависимость, и я не могу себя контролировать. Библия говорит, что умение владеть собой это один из плодов Духа Святого. И мне этого конкретно не хватало. И у меня было даже такое понимание, что вот все, что угодно можно сделать, но это победить прям нереально. И я был убежден, что, ну, не то чтобы убежден, мне хотелось, но было прямо такое, что нет, вот это непобедимо. Да. И потом как-то я сходил на... Ну, я боролся разными методами, там, старался себя сдерживать, там, не смотреть, куда не надо. Ну, так вот, по наитию. Но, тем не менее, еще в общаге тогда жил студентом, но, тем не менее, все равно срывался. И я молился об этом, я понимал, что это проблема, с которой нужно разбираться. Молился об этом. И как-то я заглянул на мужскую конференцию, и там как раз-таки эту тему затронули в церковь. У меня тут книжечки. Две даже я видел там. Парочку, да. Вот супер книга, это борьба каждого мужчины. Тут несколько авторов. Мы оставим название в описании всех книжек этих. Нам порекомендовали эти книги прочитать. Вот ее и еще одну, попозже коснемся. и я начал читать. Прямо мне было очень интересно, что можно сделать. Действительно ли... Ну, была доля скепсиса, потому что, думаю, это непобедимо. Ну, что тут? И там очень откровенным языком три мужчины делятся своими проблемами и с тем, и, скажем так, тем, что они применяли, чтобы это победить. Ну, и я для себя понял, что действительно есть какие-то, например... Во-первых, самое первое, это нужно, конечно, осознать, что это грех, что это не воля Божья, что нам нужно с этим разбираться и что это возможно. И это вредно для семьи. Это вредно для семьи, да, потому что, ну, сколько семей разрушаются, разводятся из-за того, что кто-то не сохранил, не был верен. Поэтому вот тема святости в семье это прям, ну, одна из ключевых и за это нужно бороться. И в этой книге несколько рекомендаций было, во-первых, выписать те сферы, в которых, которые тебя, те обстоятельства, которые тебя подталкивают к тому, чтобы согрешить. Например, я понял, что когда я там в душе, когда я один в комнате, в общаге, когда, например, я очень устал и уже вообще себя не могу контролировать, тогда я могу смотреть то, чего не нужно. И я это выписал и продолжил молиться. И это была такая тоже борьба, как американские горки. Да, нет, да, нет. И вот так вот ты борешься, борешься, борешься. И это на самом деле помогло. Мне как бы я почувствовал, что действительно что-то сдвинулось с мертвой точки. Но окончательным таким как бы уже мощнейшим оружием против этого был пост Даниила. Мы с супругой взяли пост Даниила на 21 день. Вы можете погуглить, что такое пост Даниила, они там разные вариации есть. Ну как, это не полный отказ от еды, а ну вот там что от животного и молочного или что-то. Да, это отказ от сладости, от животных. То есть, в общем, едим только натуральные фрукты, овощи, не едим мясо, продукты животного происхождения, молочку и отказываемся от всякой химии вообще 21 день. Но смысл не в том, чтобы там, не только в том, чтобы организму там как-то стало лучше, это не диета, не только в этом смысл. Первый смысл это именно духовный, мы так приближаемся к Богу. И кто бы что ни говорил, верил, не верил, но это так и есть. Точно. И вот, когда мы смиряем нашу плоть, как бы, мы вот как раз таки и потихонечку начинаем завоевывать территорию, то есть, становимся более и более свободными, можем держаться, и вот эти плоды Духа Святого, они развиваются и растут. И эти, вот как раз таки пост, я помню, я постился и 21 день я держался и потом держался и я понял, что вообще что-то сверхъестественное произошло и кто-то думает, что, например, да у меня до свадьбы такая проблема, вот я женюсь, у меня она избавится, она пройдет. Но на самом деле проблема не в этом. Проблема не в том, что у парней там или у девушек нет сексуальных отношений, сексуальных связей, проблема в нашем сердце. В сердце есть соблазн, в сердце есть похоть и вот это не пройдет просто если женишься, да. С этим нужно разбираться и вот всем рекомендую пост Даниила вообще и мы регулярно с супругой это практикуем. Наша плоть она такая, что ее чуть-чуть запустишь, она снова начнет там гнуть свою линию. Поэтому мы регулярно стараемся один-два раза в год поститься. Если какой-то, я не знаю, там сложность, еще что-то, нужно брать какие-то короткие посты и таким образом потихоньку, потихоньку, потихоньку дошло до того, что это даже, ну как бы, это перестало быть таким каждодневным искушением, что каждый день ты с этим борешься. Хотя, в принципе, я даже этого результата, что вот просто у меня это искушение, ну что я имею в виду искушение, что тебе это хочется, а ты каждый раз себя как бы сдерживаешь и все нормально, вроде терпишь. Но за этой сферой приходится очень тщательно следить, например, мы, по-моему, говорили, да, в прошлом видео, что не остаемся с противоположным полом в комнате и так далее. Вообще, Библия об этом говорит, а, ну, вкратце, если расскажу, да, как похоть входит в нашу жизнь, есть три фильтра, первый это наши глаза, второй это наш разум и третий это сердце. Когда у нас мы не контролируем глаза, постоянно смотрим туда, куда не нужно, это может быть даже не порнография, а, например, ты на пляж куда-то поехал или летом просто в парк достаточно сходить и там насмотришься чего угодно. И если ты не контролируешь это, тогда эта похоть проникает в твой разум. Как это можно определить? Ты, например, перестал куда-то смотреть и вот держишь, держишься, но, тем не менее, твой разум думает о каких-то картинках, которые ты где-то там когда-то в фильмах или в реальной жизни увидел. Это значит, что вроде бы первый фильтр уже чистый, но здесь еще второй не очистился. А когда еще дольше это все происходит, тогда это опускается в сердце и ты можешь даже не думать ни о чем, ни на что не смотреть, но, тем не менее, тебя так к этому тянет, что ты просто заложник этого становишься. то есть, это прям явный признак несвободы. И это несвободу Христос как раз-таки и хочет нам разрушить нашей жизни, дать свободу, принести. И вот таким образом мужчины в книге описывают, что мы чистим свои глаза и когда мы достаточное время держим этот первый фильтр чистым, тогда начинает очищаться и здесь, и здесь. И постепенно, постепенно, опять же, время, это, конечно, борьба, но это называется борьба каждого мужчины. Но для женщин тоже бывает не только смотреть на картинки, а читать. Есть вещи, которые мы не должны читать, которые тоже провоцируют это. Можно я скажу тоже, что делать как женщина, как жена, когда бывают такие моменты, если есть такая борьба у мужа. Ты знала, что он проходит через это? Да, он мне рассказал. И это очень важный момент, потому что я уже разговаривала с несколькими девушками и они есть разные реакции на это. Есть девушки, которые обижаются и они принимают это лично и думают, а что, я недостаточно, почему не хватает ему только меня. Здесь я думаю, что хорошо, если мы не поступаем как женщины, а как жены. Да. Если я смотрю это как женщина, как девушка, тогда я буду все воспринимать лично и это а почему и я и я недостаточно, а я не наравлюсь. А я просто решила, что я буду женой в этот момент, а не девушка, не женщина. А что ему, как я могу, как жена помогать ему? Вот. И было очень хорошо, что он не, не, это оборвание было только как один. Его. Его, да. А он рассказал мне, говорит, помоги мне, что окей, что мы можем делать? Молиться вместе. 100% вообще, это обязательно, это минимум, который мы точно должны делать. И это было очень давно, но я помню тоже, что, как Библия говорит, что мы покаялись друг друга. Так по-русски? Исповедовали грехи, исповедовали, что вы исповедовали. Вот, если человек проходит борьбу и есть грех, а он думает, что он сам может, и пока просто мальчит, это есть опасности в этом. А он решил тоже со мной исповедоваться. и как хорошо, что твой муж подходит к тебе и говорит, окей, смотри, у меня вот эта проблема, а мне что, мы обратно, а почему ты принимаешь это, приносишь это в семью, а я и что-то обратно говорит, как лично, а просто принимать этот момент, как, окей, здесь что-то духовно идёт, как мы можем, мы, как брак, как семья, это проходить вместе, как я могу быть твоим эскудером, человеком, который держит твой защитник. Вот, поэтому моя рекомендация вот это, не думать как женщиной, а как жена. А приходилось ли при этом тебе сражаться с мыслями, которые приходят женщине? Конечно. Как ты это Конечно, потому что ты сейчас имеешь в виду типа меня недостаточно и вот всё, точно. мне обидно, или я чувствую себя грязной после этого, ну вот какие-то вот такие моменты. Что он типа изменяет модель просто. ну лично Миша говорит, я просто заметила, что он меня сравнивает. Он что-то смотрит, и он что-то просит, и как видно, что что-то другое он ожидает, и конечно сразу как женщина тебе что-то другое нравится, я тебе не нравлюсь, когда ты видишь, смотри, это не выглядит как ты, конечно, все эти мысли бывают, но опять надо просто как отказаться от своих секундочку, отказаться от своих прав, отречься. Это понятно? Но у меня есть право быть, чтобы меня обидно, и быть злой, и у меня право есть на это, и кричать, что-то говорить, плакать, есть право, но я думаю, что лучше просто я отказываю на это, потому что фокус, чтобы мы прошли это, чтобы мы повеждали. Если я буду взять мои права и держаться за это, какой результат будет? Никаким. Иногда мы думаем, что, например, я работаю, я хороший папа, я хороший обеспечитель, есть у меня какая-то проблема, и мы с ней не разбираемся, потому что у нас есть другие оправдания, и мы считаем, что мы хорошие христиане, мы успешные, и здесь другой вопрос. Мы, например, продвигаемся, я не знаю, по карьерной лестнице, и рожаем детей, но для Господа наша святость это приоритет. Если мы не живем приоритетами Бога, ну, как бы, у нас проблема. То есть, это очень важный, ключевой вопрос. Может быть, ты хочешь, чтобы Господь тебя использовал, но ты не закрыл эту дверцу, тогда тебе обязательно нужно это сделать. Это может быть, так радикально звучит, но вот так. Обязательно, мы не можем это оставлять просто вот когда-нибудь потом. И не надо фокусироваться на каких-то других вещах. Да вот я такая, вот я здесь хорошо, здесь хорошо. Это не означает, что ты не можешь быть хорошим и здесь, и там. Тебе нужно вот эту сферу обязательно прочистить, пройти, чтобы Господь смог тебя использовать. У Самсона была проблема. Это кончилось очень плохо, и сатана продолжает убивать нас вот этими вещами, которые сейчас стали настолько доступны, но тем не менее, есть другой путь, есть свобода во Христе, свобода, которая тебя освободит полностью от этого. Понятно, что тебе нужно будет заботиться о себе, как каждый день мы чистим зубы, мы не можем их не чистить, вонять будет из рта, так и здесь. Мы должны, будем проводить профилактику какие-то, мне нравится стих, что город разрушенный без стен, то человек не владеющий духом своим. То есть, Господь нас призывает к тому, чтобы мы построили свои стены и не пускали туда никого. Поэтому это так важно. Приоритизируй эту часть. Сто процентов, когда ты в ней разберешься, ты прославишь Господа гораздо больше, когда ты разберешься в этой сфере, чем если ты там станешь, я не знаю, успешным в служении, успешным в работе, в семье. Эта сфера, она просто такая центральная наше освещение. Мы не можем пренебрегать этим, поэтому если ты еще не возвел это в приоритет или к девушкам, к парням обращаюсь, обязательно сделай это, потому что плоды этого просто предвосхитят ваши ожидания. Это необходимо, это для Господа приоритет просто топовый. Поэтому если мы этого не делаем, ну это преграда и для Господа, чтобы он нас использовал, для того, чтобы он вообще благословлял нашу семью, мы должны с этим разбираться, и это возможно. Как думаешь, просмотр порнографии увеличивает шанс на измену? Да, 100% увеличивает, потому что таким образом мы подпитываем нашу похоть, то есть мы туда еще подливаем масло. То есть, например, человек, у которого проблема, он не может контролировать количество еды, которое он ест, его поместить в комнату со всякими вкусняшками и сказать вот держись, конечно же, но вот эта легкодоступность, это будет склонять его к этому. Поэтому шведский стол в гостиницах это зло. Это зло. У нас сын, Авель, такой типа, шведский стол, давайте всегда теперь останавливаться в таких гостиницах. Ага, это действительно таким образом, хотя, если ты не смотришь ничего такого, это не значит, что тогда это точно тебя ограждает от измены, что этого не произойдет. но это определенно добавляет, добавляет, добавляет. кстати, вот по поводу измены тоже, вот в этой книге «Борьба каждого мужчины» там рассказывают авторы о том, как ставить здравые барьеры. То есть, к примеру, абсолютно там не кокетничать с девушками. Ну, то есть, не можем себе этого позволить. Зачем? ну, вот, например, особенно в латиноамериканской культуре, там вот так просто там так между делом я там что-то нашептал, да, ну, я как по-дружески, так, и все, вот оно как-то туда и простикает. То есть, и, например, убивать какие-то в себе, например, тебе кто-то понравился, там первое впечатление, ты намеренно не думаешь об этом человеке, ты убиваешь эти мысли и таким образом, если ты там, например, чувствуешь какую-то опасность, выстраиваешь барьер, ограждаешь и лучше быть, скажем так, ну, не настолько обходительным с человеком, может быть, даже где-то ты можешь показаться грубым, вот лучше так, но сразу поставить себя, что извини, но со мной никак, то есть, я точно не варяю, то есть, да, до свидания, даже вот при малейших, потому что это же все так не происходит в один момент, вот измена, ты туда идешь. Это шаг за шагом, ступенька, еще по безопасности, я не помню, в этой книге это написано или нет, но есть еще такой метод безопасности от измены, когда у мужчины везде, во всех социальных сетях, на телефонах, везде есть она и дети или что-то такое, когда все точно знают, что ты замужем, потому что иногда бывает мужчина, он женат, ну, в смысле, что замужем, женат, но никто не знает об этом, ну, то есть, нигде, ни кольцо, ни фотографии, нигде ничего, и тогда девушки могут позволить себе флиртовать, не в соцсетях, в конце концов, парни, чаще своих жен выставляете в соцсети, да, да, чтобы все другие, потому что иногда бывает, что девушки проявляют интерес, не потому что они такие, а, разрушить семью, и все такое, она и не знала, что у тебя есть семья, и она такая, мол, типа, чакаво, а если ты в слабости такой находишься, то ты можешь на это поддаться, и это будет тоже, и еще я хотел к твоему списку, я не помню, есть он у тебя там или нет, книга, завет с глазами называется, книга, это то, что мне очень, да, то, что мне тоже очень помогало проходить определенную вот эту борьбу, нашу постоянную мужскую, и там есть такой принцип, мы не можем, это вот первый фильтр, о котором ты говоришь, да, глаза, мы не можем полностью, ну, мы же не можем закрытыми глазами всегда ходить, и мы обращаем внимание и на каких-то в коротких юбках девушек, девушек, и баннеры, фитнес-центр, где вот там вот это вот все, весна, пляж, зло, вот это вот то, о котором ты говорил, вот это все, мы не можем контролировать, наш взгляд все равно цепляется, что вот раз, но наша задача не вернуться туда взглядом, ты увидел, отвел, и такое, ммм, интересное платье, ну, типа там, или что такое, а сам вот этим вот питаешься. Может видеть, а не смотреть. Да, да, еще мандаринку. И, кстати, вот чтобы мужчины не думали, что они в этом одиноки, Джон Бивер открыто рассказывает о том, что он сам сражался с этим 7 лет, и так классно, когда вот такие известные люди так открыто об этом говорят, оставим ссылку в описании, и я хочу добавить, что, ну, вот я раньше пост не воспринимала, ну, настолько, наверное, таким сильным, с точки зрения самосмирения. Вот, но, ограничивая себя в сладком, я поняла, что, когда ты делаешь себе какие-то ограничения, ты, смиряя себя, очень сильно прокачиваешь вот эту вот отрешенность, и смиряя себя в каких-то моментах, ты становишься настолько сильнее, ну, вот в физическом плане, что вот вы упомянули шведский стол, и когда я пришла в этот шведский стол, у меня не было такого, что, а, я сейчас всё попробую. Жаль мне нельзя. Жаль мне нельзя. Вот серьёзно, Антон подтвердит, какие тарелки у меня были, я удивилась, насколько это легко мне далось. И вот... Потому что был пройден путь смирения, ограничения себя. И вот посты, они очень полезны, потому что ты себя, обрезая сам себя, ты помогаешь себе в сражении с другими искушениями, которые тебя ждут на протяжении всей жизни. Это очень полезно. Короче, чаще постите что-нибудь в соцсетях. Я насколько помню. Мартин Лютер сказал, что мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но мы можем не позволить им светить на нашей голове гнездо. Поэтому так же вот в продолжении того же... Тоже с мыслями, которые вот так вот прилетают к тебе. Это он про мысли говорил, не про то, что ты видишь, а мысли. Мы не можем запретить мысли, а не вот летать. Но чтобы они вот тут не укоренились, не осели, мы можем влиять на это. А ещё можно я добавлю? На консультации я заметила кое-что, что когда мужчины позволят себе это делать, когда он муж, он есть священник. Ну, порнографик. Смотреть. А он есть священник дома, да? А он как будто бы открывает двери для сатаны и начинается что-то войти в семьи. И очень часто бывает, что девушка мне говорит, а я тоже начала теперь это делать. Почему? Потому что он священник, он открыл это, у него есть вот этот власть. И он это просто позволяет, как будто бы говорить дьяволу, ну, пожалуйста, проходите. но вот это нельзя. Надо тоже понять это, что он не только вредит себя, а тоже жену. Вот. Я хочу сказать мужикам, которые находятся в этой проблеме, что мы с вами все хотим стать успешными, да, и так далее, но для Бога гораздо более мы будем успешными, если мы закроем эту сферу. И даже если у нас вообще ничего не останется потом, и мы никогда там, не знаю, у кого, не построим там какую-то карьеру, бизнес, там еще что-то, не сделаем каких-то великих открытий или свершений, в глазах Господа мы будем более успешными, когда мы в этой сфере продвинемся и закроем это, да, сто процентов. Библия, в Библии написано именно так. Можно я добавлю кое-что? Ты первая. Зачем вы спрашиваете все время? Я чувствую, что одно из видов меня это не напомнило, я думаю, что может быть полезно кому-то. Во время пандемии был такой момент у меня, что вдруг у меня сон был, и я видела моего бывшего парня. Бывшего парня? Да. У меня были другие отношения, до брака, серьезные, такие, длинные. И он мне говорил, ты любовь моей жизни. Во сне или вообще? Во сне, да. И вот этот сон прям от дьявола, потому что я проснулась, и у меня такой мыслей, я любовь жизни другого человека, а я любовь жизни Максима, да, он меня любит, но не настолько, как он, как другого. И вот этот мысл было очень, очень долго. навязчивая такая. И вдруг я начала это верить, что другой человек больше меня любит, чем мой муж. Вот. А где вот, это потому что ты начал разговаривать о миссии, мы как девушки, мы по-другому, вот эти романтичные все это. И я помню, я понимаю, что где была моя ошибка, и слава богу, что все остановилось, потому что очень, очень опасный момент, и опасный путь. Я написала человеку, привет, как дела? И началось. И вот до того момента, это не было долго, это неделя, просто неделя, расскажу, как дела, и вдруг человек мне говорит, да, ты любовь моей жизни, я тебя люблю, вот это, и он женат, и с детьми, и все, и я просто, слава богу, Дуя святую, просто мне, я вижу себя, что я делаю сейчас? Что это такое? Почему вот это? И опять, то, что наши принципы, библейские принципы, как, исповедовать, не исповедовать, а? Исповедовать друг друга. Я пошла быстро, и ему рассказала все. Смотри, у меня вот этот сон, у меня вот этот мысль, у меня в голове, что ты меня любишь, но не настолько, как вот этот человек, и я, смотри, что я написала, вот смотри, идет вот этот разговор, что происходит, помоги мне, это очень опасно, потому что у нас все вот здесь, в голове, и потом я чувствую какие-то вещи, все меняются, и я понимаю, это тоже есть и смена, если женщине больше, у нас тенденция больше к эмоциональной смене, и слава богу, ну, Максим, мы помолили ее, ты что, ты, любовь, моя жизнь, и он, значит, мне все это говорит, а дьявол просто поставил вот это, что, нет, он тебя любит, но не настолько, как он. вот поэтому мой совет, я рекомендую, что если вот эти мысли лучше с богом или разговаривать сразу, ну, нельзя, просто тоже, ну, посмотрим, и прийти, вот это тоже есть к путь измену, это тоже очень-очень опасно. Ну, это же так привлекательно, вот позволить себе во все вот это вот погрузиться, это как вот, как жертвой быть очень приятно, так и вот в какие-то такие вот штуки, когда все так затягивает тебя, нужно иметь силы, просто нет и все. Мне так нравится, что вы сразу, вот это исповедание друг перед другом. Кто еще? Это вот большая проблема в семьях, что мы как по разные стороны баррикад, я ему, он мне, а так, я вот так сделаю, чтобы я была вот выше. Какое? Вы самые вот два, даже если сейчас у вас какие-то проблемы в отношениях, вы все равно, вы вдвоем одно делаете, вы и есть одно, и поэтому друг с другом это в первую очередь. Мне очень нравится ваш подход. Супер. Да. Поехали дальше. Да? У нас чуть-чуть осталось уже. Сейчас задам вопрос. Если что, вот мужчины посмотрят, могут они тебе написать? Конечно, конечно. Суперконтакты, как всегда. Все конфиденциально. Да, мы оставим контакты, потому что я знаю, как много христиан варятся вот в этом и находятся в этом и вот продолжают. И это такие священнослужители. Никто не застрахован. Но это борьба постоянная. И есть в этом и проблема, то, что Иисус нас освобождает, как ты рассказывал, да, вот так вот, хоп, и происходит. Бывает такое. Но это не залог того, что это никогда не повторится, в смысле не придет атаковать тебя снова. Это вот борьба на всю жизнь наша. Нужно просто принять это, смириться с этим, не удивляться, не расстраиваться, что, ой, я вроде освободил меня, Бог, но вот опять у меня мысли какие-то. это будет приходить постоянно, но мы неотступно бороться, сражаться, не допускать. Да, она понятна наша ответственность тоже. И найдите человека, которому вы можете исповедоваться и который будет за вас молиться и который может подсказать вам советом, вести вас, быть наставником для вас. Не всегда это жена. Ну да, не всегда готова. Не всегда готова. Мужской лучше, да. Вообще есть какая-то система, опять же, я вот несколько раз уже в наших интервью где-то говорил, вот как слышал звон, не знаю где он, не помню как называется, но это система, система трех, когда трое мужчин объединяются для того, чтобы поддерживать друг друга, вместе молиться и говорить, что, ну, было тебе кому написать и позвонить и сказать, я вот меня, сейчас вот я в атаке. Это же связано с алкоголем, с порнографией, с чем угодно. Что там, Максим на готове? Да. Я новую книжку. У нас есть, как будто он продает. Надо показать, да, магазин на диване. Образцовый мужчина, Лэри Стокстил, это опять же книга, по-моему, как раз на той конференции, на мужской, да, у меня тоже после этой конференции есть эта книга. тоже приезжал. Да, да, да. Образцовый мужчина, там Лэри расписывает, как Господь видит нас и какие приоритеты для нас, для мужиков, у Господа. Не то, что там мир диктует нам то, сё, там, третье, десятое, именно как Господь смотрит и что нам, куда нам вообще идти и что развивать в нашем характере. Полезно ли прочитать эту книгу женам или девушкам? Ну, я думаю, что если вы такая, прочитать что-то вот, как быть классной женой или прочитать книгу, ну, типа, я не мужчина. Кем должен быть мой муж? Да, лучше прочитайте, кем вам быть, чем кем ему. Но если вы уже прочитали для себя всё, неплохо почитайте то, что мужчине. Но не для того, чтобы сказать ему, вот кем ты должен быть, между прочим. Да, да, не для этого, а для себя просто, чтобы понимать, как поддержать его, как им помочь, быть мудрее в этом, да. Долгое время вот эта книжка была любимой книжкой нашего младшего. Он везде её таскал. У нас фотки. И всех выбирает её. И все просто вот эту синенькую брал образцовый мужчина. У нас есть фотки, где он с этой книжкой образцовый с самой юности. Ладно, хотим поговорить немножко ещё по поводу видения, лидерства. И мы затронули эту тему, да, что ты там, он здесь. И мне очень хочется поговорить с вами ещё по поводу того, как жена помогает мужу. Короче, история с работой Максима. Долгое время Максим был фрилансером таким. Ну, вы оба были. Да. Да. Но потом что-то начало меняться. Кто-то в этом повлиял определённым образом. Расскажите историю вот эту. 9 лет я был фрилансером и было много начинаний различных, где я что-то у жены спрашивал, но эти вопросы были такие хитрые, потому что я просто хотел, чтобы мне жена сказала, да-да, ты молодец, иди, а она мне так не говорила. И вот у нас были конфликты, я ей говорил, ладно, ну ты ничего не понимаешь, поэтому я буду делать то, что вот я считаю нужным. Или ты говорил, ты не веришь во мне. Во меня. Во меня. Да. И на самом деле так получалось, что ничего не получалось. Уж извините за каламбур. И это был процесс, там какие-то попытки здесь-здесь-здесь и изменения начали приходить. Когда Господь мне показал, у тебя проблемы с гордостью, ты считаешь, что я через жену не могу говорить, ты почему ее не слушаешь, ты, и действительно, как будто бы логически в каких-то сферах, которыми я хотел заниматься, у меня было больше экспертности, то есть, как будто бы, Господи, ну как так, но тем не менее, Господь говорил через мою супругу, и вот это отсутствие единства не позволяло, Господь, ну, не давал каких-то стабильных результатов. Несколько лет. Много лет, да. В итоге, первый раз, я помню, несколько лет назад мы помолились и решили вместе, так сказать, жена согласилась, благословила мужа, и начало что-то идти, и второй раз, когда я решил полностью сферу деятельности менять, мы тоже молились с женой, конечно, были различные вопросы и так далее, но жена тоже меня поддержала, и все получилось, и, ну, как бы, был долгий путь, где-то около двух лет назад мне Господь сказал, выйди из своей пещеры, я ему говорю, господи, а в какой пещере я нахожусь? Я не в пещере, я фрилансер. Я могу сегодня быть в пещере, завтра быть на Мальдиве, потому что. Причем, есть, может быть, какие-то сферы, в которых мы даже на них не смотрим, не обращаем внимания, реально в пещере, но не понимаем, а в этой сфере, в сфере профессионального развития я всегда какие-то шаги предпринимал, и тут мне Господь говорит, выходи из пещеры, давай, выходи из пещеры, вот это та сфера, где ты должен из пещеры выйти. Ну, и, в общем, я год учился, потом 7 месяцев искал работу, 175 собеседований? Нет. Откликов на вакансии с сопроводительными письмами, 25 собеседований, и Господь именно дал работу в компании мечты, когда мы проходили курс обучения, совсем новая специальность для меня, там нам порекомендовали написать список тех компаний, где ты хочешь работать, и вот на первом месте у меня был Тинькофф, и так и получилось, в итоге я попал именно туда, и, ну, там такая история, что, в общем, путь был длинный, сложный, никто ничего не предлагал, и там, ну, 20 собеседований и ничего, вообще ни одного оффера, и здесь вдруг получилось именно так, и Господь мне сказал, тот, вот эта фраза, да, расхожая, тот, кто не был верен в неправедном, кому будет доверено богатство истинное, и тот, кто не был верен в чужом, кому дастся свое, так вот, мы думаем, ну, чужое свое, да, то есть, у нас какие-то есть, там, ассоциации, но Господь мне показал, что вот это вот чужое, это в твоем случае, это та работа, которой ты занимался до этого времени, все, я чувствовал себя, ну, скажем так, не совсем в своей тарелке, то есть, примерно плюс-минус тоже, но всегда понимал, что это какой-то временный этап, и я взял это слово, вау, Господь, ты меня ведешь, значит, в этой сфере, ты меня, я как бы это принял, как, я долгое время, как у нас изначально бывает, мы закончили там университет, или в университете, и мы сразу хотим вот прям свое, то, что вот прям нам нравится, то, что мы хотим делать. Мы, христиане, спрашиваем у Бога, направь нас в свое, потому что, ну, нелогично же, да, неэффективно заниматься чужим, чем тем-то, чем у тебя там не лежит душа или талантов нет, или ты не хочешь долго этим заниматься, и у нас вот как бы, я понял, что наши критерии эффективности радикальным образом отличаются от критерий эффективности Бога, то есть, ведь неэффективно было, что Моисей 40 лет бродил по пустыне, там непонятно, чем занимаясь, неэффективно, а Иосиф сидел в тюрьме и вот это все проходил, вроде бы неэффективно, он же такой вот, ну, Господь мог на него сойти и использовать его просто невероятным образом, и мы часто вот какие-то мирские принципы пытаемся применить, Господи, ну, ведь неэффективно, вот это все, вот мне нужно то, и мы пытаемся Господа уговорить, а он говорит, нет, и все, и последнее слово за ним, и так интересно, что, ну, мне хотелось, скажем так, вызовов на моей работе, потому что на старой работе уже давно вызовов серьезных не было, я занимался, я преподавал математику больше 10 лет, и в общем, уже мне это стало, я там чувствую себя как рыба в воде, и хотелось вызовов, хотелось роста профессионального и финансы тоже, роста финансового, то есть, и вот на этом месте, на котором я сейчас работаю, прям действительно, я чувствую класс, это может быть долгосрочной историей в моем случае. Подожди, но сейчас... Так интересно, гости, замечу, как Господь дает все в свое время, что он подготовил Ракель к тому, чтобы уметь обращаться с финансами, и тебя провел... И теперь у вас будет много финансов, чтобы Ракель все не потратила. И тебя провел через такой путь, что ты должен прислушиваться к мнению жены, и получается сейчас, когда вы оба выросли, вы готовы к тому, чтобы принимать финансы, и они не улетали. В согласии. Да, потому что... Слушай, ну мы как-то в проброс так прошла эта история, вот в начале ты ну ни во что не ставил, но как бы не прислушивался к ее мнению относительно твоих проектов, но она не понимает, даже если она была против, ну что она там понимает, у меня больше компетенции, тра-та-та. Но вот эти вот последние, я из твоего рассказа услышал два раза, что у вас было, и она поддержала тебя. Как это было? Ты пришел к ней именно советоваться? Ракель, что ты думаешь? Вот так или этак? Или ты опять пришел? Ну как бы есть вот это, вот это, но это так себе, а вот это хорошо, поддержи меня в этом. Ну я тебя поддерживаю. Ну и все, и ты пошел такой, Тинькофф и все. Или иначе было? Я много анализировал, почему, вот что происходит. То есть я стараюсь, Господи, я все готов делать, ну стараюсь делать вещи качественно и вкладывать сюда, почему так происходит. И, но жена постоянно мне говорила, ты не воспринимаешь мою точку зрения, а Господь может говорить через меня. В этом, в профессии. логически, как будто бы у человека нет столько экспертности, но Господь все равно говорит. И вот это прям, это взрыв мозга реальный. Я еще как бы математик, мне очень нравится, ну там, и то есть как бы это прям, и я понял, вау, давай попробуем, ну что делать. Это также, для нас мужиков, это прям требует смирения, сказать, что ну, да, вроде, и такого на самом деле много, мы слышим такое, когда, особенно мужья, мужики этим грешат, что вот, ну я знаю, что ты там, не лезь. Эта тема серьезная. И вот как Господь действует. И мы начинаем пренебрегать мнением наших жен. Жен, да. И тратим время тоже, потому что вот это время, пока он хочет доказать, что я не права, и что он прав, и несколько месяцев еще, и деньги, которые не получаются. Я бы не сказал, чтобы я это делал для того, чтобы доказать, что я прав. Я просто, ну как бы, она что-то говорит, я не согласен, я вот больше понимаю, иду сюда. Но интересно, что вот как Господь привел нас к этому согласию, и я уже, когда первый раз начало получаться, я понял, что вау, мне обязательно нужно, чтобы жена согласилась со мной. То есть, это вот мое личное откровение. Ну подожди, это как, жена должна согласиться со мной? Ну это ты, в смысле, надо убедить ее, или нужно прислушаться к ней? Что она думает по этому поводу? Куда мне двигаться? Если, моя супруга такая, что если, особенно вот в этих вопросах карьерных, что если я ей что-то говорю, она сразу, у нее уже есть понимание, и там, она чувствует, мне это не получится. Женская интуиция, ты как бы, не понимаешь, почему так? Но я не настаиваю, потому что всегда, но ты, ты глава, но я сразу говорю, окей, это, мне кажется, это не получится. но я не буду, что, не такой, что он должен меня уговаривать, но хорошо, когда он, ну, говорит все, я понимаю, или нет, я могу тоже показать, почему это возможно не получится. И последнее время, когда все мы делаем в согласии, мы видим, как все, как просветание идет, больше, чем раньше, мы раньше не могли понять, почему мы стараемся, стараемся, но ничего не получается. а из-за того, что у нас не было согласия. Согласие, это просто какой-то, я не знаю, настолько ключевейший момент. Один прогонит тысячу, двое десятки тысяч, или тьму. То есть, вот этот вот эффект, когда соединяются двое, просто ты не в два раза увеличиваешь, что, да, то есть, это что-то действительно, на порядке. Круто, хорошо, спасибо большое. Прежде чем мы закончим, я бы хотел, чтобы Максим, он не только математик, не только классный муж, слушает жену свою, и вообще принимает решения, лидер, все такое, он еще и стихи пишет. Тут такое, немножко, да, я тут. Пописывай. А мне очень редко, только один раз. Да? один раз. На самые важные моменты, предложение сделал стихом. А, да, два раза. Вот, видишь как. А из роддома забирал со стихом? Да. Ну вот. Радишь еще, будет разъяснение. Будет есть стих, да. Ага, можешь пару каких-нибудь стихов зачитать нам своих? Я, на самом деле, не очень много, как бы, пишу, но, но мы тебя все и не просим. Больше читаешь, мы это поняли? Да, да, Прочитай нам свой стих. Да. Что-нибудь смешное, например, на зависть Льву Толстому скажу я по-простому, война и мир шедевр, но Библия forever. Это знаешь, как ты мне напомнил сейчас, как его фильм, Адам Сэндлер там, он придумывал для открыток надписи, вот такие вот. Миллионер по неволе. Вот, вот, миллионер по неволе. Это очень круто. А давай еще. Что-нибудь. Кем бы был бы фарисей и книжник в наше время через столько лет? Несомненно, был бы он айтишник. У него других вариантов нет. Как-то вроде бы сложно спорить. А семейный? Семейный стих? Например, это народы. Народы? Семейный стих народы. Это я думаю. Я рожала. Я рожала вместе. Вот это романтика. Заслужила я стих. Что-что-что? Как-то вышел я на Невский, вижу Федор Достоевский. Как всегда суров на вид, он к народу говорит, братья, выше нет морали, чем синайские скрижели. Тут все. Да я не понимаю. Серьезно? А вот. Это стих на рождение дочке. Как раз, если у вас есть таланты, или даже, может быть, особо нет, все равно пишите стихи. Можно копипейстить. Женам будет приятно. Любимая, теперь нас трое. Господь благословил семью. Ты родила. Я горжусь тобою и этот подвиг твой ценю. Наш дом теперь еще богаче, чем был до этого уже. И дело вовсе не в Версаче, и, как ты знаешь, не в Порше. Любите ближнего и точка. Так заповедовал творец. Спасибо, милая, за дочку и то, что я теперь отец. Мне появились вопросики. Слушай, прочитай первые слова, прочитай там. Прочитай первое. Любимая, теперь нас трое. А нас четверо, не рифмуйте. Мы проскочили, любимая, теперь нас четверо. И что это? Нет рифмы. Четверо, там, что я дальше витрину? Ага. Можно один? Давай, И все. Давай, давай. У нас было два, теперь четыре. Вот сильнее, пиши стихи. Семейка наша стала шире. Для этого рожать необязательно. На три рифмуется. На три рифмуется, да? Стих называется «Крепко держащий за руку». Я его написал в сложном этапе, когда было много вызовов. Бог мой, крепко держащий за руку, проводящий через беду. Ты мой самый большой подарок. Я дороже нигде не найду. Часто бьюсь не на жизнь, а на смерть. Еще чаще теряю покой, но я выстою всем бедом на смех под твоею крепкой рукой. В этом мире я просто прохожий. Там, на небе чужбина моя. Даже в самый мой день непогожий меня держит рука твоя. Бог мой, крепко держащий за руку, нежно шепчущий, сын, держись, благодарен тебе за подарок, за спасение души и за жизнь. Круто. На этом моменте будем заканчивать вторую часть. Через три года мы придем в Кобсново. В другую квартиру. В другую квартиру. В дом, в дом. В дом. Двое детей. Ну, вот это вот. Литва. Ну, Будем планировать готовиться. Да, да, вы, пожалуйста, запишите в календаре и к этому моменту нарожайте детей, в дом, это все. Ладно, спасибо большое, что посмотрели это интервью. Напишите в комментарии, как вам, что понравилось, какие откровения вы получили. Контакты и все, о чем мы говорили, все есть в описании. А если нет, напишите нам, мы добавим это туда. Вам еще раз огромное спасибо. Спасибо вам. А тебе особенно спасибо, просто ты с одной рядом сидишь, мне так приятно всегда, я тут сижу рядом, все хорошо. за стих засчитаем. Я, кстати, должен стих тебе. Антон, если что, пиши. Ну, это в процессе, там целая схема системы к нужному моменту. Вот, все, будем прощаться, спасибо большое, счастья, здоровья, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»